Всем огромный привет! Я Алена Пестова и вы на моем YouTube-канале. В этом видео мы поговорим о том, почему появляются шрамы в работе на неодимовом лазере. Я собрала для вас топ-5 ошибок в работе на неодимовых лазерах. И самую неочевидную ошибку я оставила на конец. Смотри это видео полностью. Первое. Неправильная фокусировка или некорректное расстояние между манипулой и зоной удаления. Рассеивание импульса похоже на песочные часы. И когда не контролируется безопасное расстояние, можно попасть в запретную точку, которая повлечет за собой ожог, а следом и шрамы. Второе. Некорректный выбор диаметра пятна относительно зоны удаления. Концентрации и глубины залегания пигментов кожи также ведет к ослаждениям и непредсказуемым результатам. Третье. Плотность энергии. Важно помнить, что выбор плотности энергии должен быть обоснованным и индивидуальным относительно каждого клиента. А повышение плотности происходит исключительно опираясь на иммунный ответ кожи. Четвертое. Соблюдение рекомендаций после процедуры удаления. Важно доступно и подробно рассказывать вашему клиенту, что результат – это ваша совместная работа. Несоблюдение рекомендаций ведет к минимальному эффекту, появлению пигментации, а также высокому риску образования ожога. Пятое. Это некачественное оборудование. Это одна из самых распространенных причин травматичной работы наряду с некорректным обучением специалистов. Сэкономив на оборудовании и обучении, вы рискуете получить результаты, отличающиеся с настройками на экране и впоследствии риск высокой травматизации ожоги и шрамов. Именно поэтому при покупке нашего оборудования мы в подарок дарим курс с отработкой на моделях, что снизит риск ошибок при работе с клиентом. Ссылку на покупку оборудования вы найдете прямо под этим видео. Кофе попьем? Подожди попрощаться. А, да? С вами была Алена Пестова. Смотрите огромное количество уроков, которые вышли и которые еще будут выходить. Нас ждет с вами невероятное путешествие в мир перманентного макияжа. Целую вас крепенько. До скорых встреч. Пока-пока. Комментарий много, пожалуйста.